Восьмые сутки войны в Украине снова были неспокойными. Российские войска атаковали снова несколько городов Украины с воздуха. Так в Киеве ночью прогремели четыре мощных взрыва. Они были самыми сильными за все время войны. Зарево озарило все небо от ударной волны. Во многих районах у людей дрожали окна и стены. К счастью, противовоздушной обороне Украины удалось перехватить и уничтожить все ракеты. Сложно представить, какие бы последствия могли нанести эти снаряды, долетия не до целей. Сильно досталось Харькову и Харьковской области. По городу Изюм оккупанты нанесли авиаудары. Целились снова по жилой инфраструктуре. Основной удар пришелся по жилой многоэтажке и частной усадьбе. По меньшей мере погибло шестеро мирных жителей, двое из которых дети. Всю ночь бомбили центр Харькова. Из-за массовых обстрелов разрушений местные уже не узнают свой город. Продолжается оборона Нежина и Чернигово. Около восьми утра при обстреле российскими войсками на одной из улиц Чернигова снаряд попал в нефтебазу. Загорелась резервуарная группа общей емкостью 3000 кубометров дизельного топлива. Дым от пожара видно по всему городу. Сейчас его пытаются ликвидировать. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Вместе с тем враг продолжил атаковать Херсон, Северодонецк и Лисичанск. Напряженная ситуация в Ужгородском районе, граничащем с Киевом. Российские войска целятся и по еще одному городу Киевской области – Ирпеню. По данным ВСУ, около 10 утра враг направил туда многоцелевой истребитель. К счастью, украинское ПВО сработали вновь на отлично и уничтожили врага. Влада Цурка, Новости Украины.